Поехали! Да, по этому вопросу я очень много написал мелким шрифтом, но я и так могу все рассказать, о чем я хотел сказать. Товарищи, в уставе нашего объединения рабочих Нижнего Новгорода и в уставах других объединений или советов рабочих других городов России с самого начала было записано одним из первых пунктов учебы рабочего класса. У нас это звучало так. Для чего создавали мы советы рабочих? Объединение наше. Это организация регулярного общения между рабочими различных предприятий и отраслей, обеспечение проведения реформ в интересах трудящихся и содействие организации экономического и правового обучения трудящихся. Вот это в уставе было записано, зафиксировано. И вот очень долго мы к этому шли. И я повторяюсь, то, о чем мы долго говорили, свершилось. Я говорю о своей организации, о своем совете рабочих, о своем городе, но картина и в других городах такая же почти, как и у нас. Ну, в некоторых городах раньше были созданы рабочие... Внимание? Нет, нет, пожалуйста, уже надо. Я от имени администрации вот этого вот департамента, в котором вы находитесь, мне тоже поручено вас поприветствовать, пожелать вам плодотворной работы на Нижегородской земле и в наших стенах. И вот как Дмитрий Васильевич меня просил рассказать о том, что мы тут делаем в вопросе подготовки рабочих к их повышению культурно-технического уровня на нашем заводе. Что я должен сказать, что мы планомерно работаем каждый год. Если раньше у нас планирование было сверху, было мастерство, нам говорили, какие цифры, по каким видам и формам учебы надо проводить. Конкретно стояла перед нами задача, каждый четвертый должен быть охвачен одной из форм повышения квалификации рабочих в течение года. То сейчас никаких планов сверху нет. Мы сейчас работаем по заявкам цехов. Вот цеха к нам обращаются, допустим, в целях производственной необходимости. Им надо обучить или в связи с внедрением новой техники, или в связи с там, новые кадры появились и так далее. Вот мы, получая заявки, но тут надо еще и финансы подвязать. Это рабочие. Мне кажется, что очень интересные доклады проходят сейчас. Особенно в свете важнейшей проблемы сохранения отечественного производства. Какова обычная практика уничтожения средствующих предприятий? Отправляют в связи с сокращением заказов и объемов производства, отправляют работников в так называемые отпуска по собственному желанию. На самом деле это прогул простой по вине администрации или не по вине работника. И, в общем-то, не должны были бы работники уходить, должны были бы упереться, оставаться на своем родном заводе. И что бы они должны были делать? Они должны были делать вот то, что здесь учебные комбинаты делаются. То есть работники предприятия должны были бы тех людей, которым сейчас нечего делать, у которых есть время свободное для обучения. Работники предприятия – квалифицированные инженерно-технические работники, обученные рабочие в новом специальности. Что же делается сейчас? Отправляют людей куда-то, в сторону своего завода, платят им две трети, и, значит, одни дисквалифицируются, а другие тоже дисквалифицируются. Причем тех и других через некоторое время увольняют. То, что их увольняют, мы уже знаем, практика такая, что когда встает вопрос о сокращении, спрашивают, кого сократить? Того, кто на заводе или кто за две трети, ни за что, так сказать, где-то там гулял на стороне. Ясное дело, что сократить надо того, кто находился в это время на стороне. У нас в Держинске тоже есть посиделки в таком, грубо говоря, но в каком плане? Значит, сошлась интеллигенция, в общем-то, и представители датных культических взглядов, и ведется типа дискуссионного клуба. Но тут затагиваются вопросы, в общем-то, национный и цивилизационный подход. Вот сейчас стали внедрять, видите, экономику для студентов и даже на предприятиях. В то время как политэкономию, в общем-то, убрали, затерли. Хотя, в общем-то, раньше нам давалось с одних позиций политэкономические знания. Оказалось, что вот западные министры, в том числе финансов, в Швеции, выпускают свою книгу. Он делает ссылки на работу Маркса, капитал и прочее. То есть, когда мы начинаем вести дискуссию, даже вот по, значит, социальным сегодняшним проблемам и вопросам. Из докладов, очень интересных сделанных, да, и из, наверное, наблюдений, можно сделать такое, что обучение рабочих идет под угол основного направления. Первое направление – это профессиональное обучение, профессиональная подготовка, переговоротовка. Это традиционная форма обучения. И здесь Юрий Павлович очень хорошо сказал, что такие были, сказать, достижения в прежний период. И слава Богу, что сегодня удается удерживать многое из достигнутых. Об этом тоже здесь было сказано, и это радует. И это является сегодня примером, что не все отдали. Хотя приращение какого-то еще не видно в этом направлении. И трудно его ожидать сегодня. Они все отдали, и, так сказать, значит, есть надежда на возрождение. Вот второе же направление обучения рабочих связано с тем, что рабочие получают общую гуманитарную подготовку. Или подготовку по тем, так сказать, вопросам, которые даже уходят из-за гуманитарных, и уж точно уходят из-за профессиональных интересов. Мы видели и об истории, и о политике, и об искусстве слышали лекции, и об экономике в таком общем плане, что они связаны только с цехами, и с рабочим местом. Значит, и видно, что если первые направления занимаются, эта линия продолжается, и, так сказать, она финансируется, и здесь поставлено все на такую основу достаточно прочную. Если еще сохранилась материальная база, то вторая линия подготовки, она, так сказать, осуществляется на других основах. Вообще говоря, раньше были и рабочие университеты, правильно говорилось это, так сказать, сто летом. А дальше мы помним, уже после 17-го года появились и рабочие факультеты, и рабочие университеты продолжали существовать, но они уже существовали на деньги, так сказать, вполне определенные профсоюзных организаций и так далее, и так далее. Спрашивались, а как они сегодня существуют? Ведь не сами же они здесь, так сказать, возникают, для этого требуется и крыша, для этого требуются и кадры. Как эти проблемы решаются? Вот Дмитрий Васильевич, так сказать, очень хорошо об этом сегодня рассказал, что решаются, исходя из разных пока предпосылок и разных пунктов. Постановление проекта Российского комитета рабочих об учебных рабочих. Для возрождения экономики страны, успеха, организованной борьбы рабочего класса за свои права и интересы, необходимо систематическое обучение рабочих. Российский комитет рабочих первое отмечает положительный опыт профессионального обучения рабочих на заводе Красной Сормово в морском торговом порту Санкт-Петербурга и считает целесообразным учитывать этот опыт при заключении коллективных договоров. О чем выступал Александр Владимирович при заключении коллективных договоров. Второе. Рекомендует рабочим организациям в сотрудничестве с Фондом Рабочей Академии создавать университеты современного производства для ознакомления рабочих с передовыми достижениями науки и обмену опытом организации борьбы за свои интересы. С этой целью возобновить работу школ передового производственного опыта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok